Сегодня на нашей замечательной конференции снова поднимали тему этики. У меня вообще потрясающий флешбек, просто здравствуй, 2006-2007 год, опять вопросы этики, информационной безопасности. На твой взгляд, что-то кардинально изменилось, к чему-то мы продвинулись или нет? Я думаю, что если и не кардинально, то что-то меняется. Безусловно, если мы говорим про какие-то этичные вопросы, этика меняется сама по себе. Какие-то формы взаимодействия людей, они все равно меняются. Что-то, что было нормой, как ты когда-то сказал, в шестом году, тогда было нормой, сейчас уже не нормой, и наоборот. Плюс, классно правильно называлась секция, там был пункт такой, право, да, потому что накопилась большая практика. Если по вопросам ИБ в том же шестом году не было ничего, судебная практика отсутствовала, правоприменительная в целом отсутствовала, то сейчас она уже достаточно большая. Я вот рассказывал то, что является правильным, а что является неправильным с точки зрения закона. И не всегда это, в общем-то, соотносится с этикой. Я знал простой вопрос. Я говорю, взятки, откаты, это этично или не этично? Все улыбаются. Соответственно, это не является чем-то однозначно отрицательным. Вот я про что говорю. И поэтому, ну, с точки зрения закона, это, конечно, очень плохо, правильно? И вот у меня такая мысль была о том, что сначала закон поработает сильно, а он работает, кстати, это вот большая проблема. Люди просто не осознают, насколько опасны сейчас вообще любые коррупционные вещи. Ну, это, наверное, отдельная, да, история. А после этого это опять же превратится в норму. Как компании стали платить налоги, точно так же и произойдет с вопросами безопасности. Этично ли следить за сотрудником, который находится дома? Законно это оформить можно. Вот. Вопрос в том, что не все ситуации можно предугадать, да. То есть если мы говорим про нахождение человека вне рабочего пространства, а дома, ну, проходит член семьи в раздетом виде. Такого рода вещи ты не можешь как-то предусмотреть, да. Я имею в виду работодатель не может этого сделать. Есть проблемы, но, опять же, правоприменительная практика нам говорит о том, что так делать можно. Можно, ну, не то чтобы следить, контролировать действия сотрудников, в том числе и удаленно, тоже можно. Так что пока проблем с этим нет. Вот когда ситуация поменяется, надо же будет вернуться к этому вопросу. Раз ты заговорил про правоприменительную практику, немножко давай поговорим про судебную практику, тем более ты в этом эксперт. И расскажи, как изменилась в целом судебная практика за последние несколько лет? Стали ли больше воровать, стали ли больше сажать? За что, как? Практика не то чтобы изменилась, она уточнилась. Она стала более, ну, если мы говорим про вопрос, связанный с утечками, да, с хищением информации, то уже появились кейсы такие, вот знаете, отработанные. То есть я вот могу сходу сказать, вот эта ситуация, чем она закончится, да, если мы говорим про обращение, например, сотрудника в суд за то, что его незаконно уволили, да, после хищения какой-то информации. То есть можно сразу сказать, что он там выиграет или наоборот, он проиграет, да. И это будет высокая вероятность, там, 95%. То есть практика накопилась, и от этого, а судьи, они же тоже подсматривают в соседние дела, а что там было у другого судьи, там, полгода назад и так далее. И, в общем-то, есть ситуации даже, когда перепечатываются, там, понимаете, слово в слово идут решения судов. Ну, это не совсем правильно, но такое бывает, да, то есть все равно, хоть и отсутствует в России, как бы, прецедентное право, да, тем не менее, вот практика, она тоже решает много. И плохо становится, вот мы вот в своей работе считаем это, ну, одним из кусков своей миссии, да, нужно сформировать нормальную практику, потому что, если она сформируется неправильно, лечить это придется, там, десятилетия. И последний вопрос, все же люди, это главный риск, гроза компании или ценность? Это главный актив, наверное, для большинства современных предприятий, это люди. Люди, но это вот актив такой острый. Вот нож замечательный, вот, как бы, актив, инструмент, вот, но он острый, и можно ненароком чего-то лишнего сделать. Вот точно так же и люди. Люди – это важный, ценный, самый главный, наверное, актив для большинства современных предприятий, но он рисковый, вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА